Футбол принято считать летним видом спорта, но в нашем районе в него с удовольствием играют и зимой. В минувшие выходные на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Виктория» завершился девятый заключительный тур зимнего первенства района по футболу среди любительских команд. Зимнее первенство проходило в течение двух месяцев. В нем приняло участие девять команд Славинского района и одна команда Красноармейского района из поселка Октябрьский. Впервые в этом году к борьбе за кубок присоединились команды Маевского и Прикубанского сельских поселений. 16 февраля футболисты провели последнюю игру этого зимнего сезона. Борьба на поле, несмотря на февральскую холодную погоду, развернулась жаркая. От итогов этой игры во многом зависело распределение мест в турнирной таблице. Хоть команды и любительские, но сражались как настоящие профессионалы. После подведения итогов были озвучены результаты первенства. Третье место заняла команда городского поселения «Славинск». Серебряными призерами стали гости из Красноармейского района – команда «Колос». И первое место было присуждено футболистам прибрежного сельского поселения. Команда «Урожай» получила заветный кубок первенства и золотые медали. Также были названы имена лучших игроков турнира. Лучшим вратарем стал Максим Шпилевой из команды «Колос» поселок Октябрьский. Кубок лучшего защитника вручен Юрию Джулукян – команда «Урожай». Еще один футболист из этой команды, Вячеслав Клочков, был признан лучшим игроком первенства. Также памятных кубков, как лучший полузащитник и лучший нападающих, были удостоены Назар Першин и Василий Жук, который получил серьезную травму в предпоследней игре, но не оставил своих товарищей по команде в последнем матче. Поздравляем команду «Урожай» заслуженной победой, а всех футболистов с ярким завершением зимнего сезона игр.